Что делать, коллеги? Что делать? А мы ему начинаем объяснять. Когда у него плохие вот эти вот, производственные, и у него здесь вот завод какой-то, Шнейдер-электрик, да? А вот здесь течет река Ижора. И до нее там 2000 метров, 2 километра. А здесь, значит, есть такая канала. Здесь такой ручей. И он говорит, вот я хочу сбрасывать вот здесь, в канал. Он не хочет. Почему? А потому что ему нужно будет делать проект выпуска сточных вод в реку Ижору. Ему нужно будет строить его, эксплуатировать, содержать и вообще согласовывать. И вообще ой-ой-ой-ой-ой-ой. А он хитрый. Заказчик-то хитрый. Он говорит, у меня же тут канал есть. Вот я сюда хочу сбрасывать. А оно же типа само дотечет. А вот вы, ты же берешь там 150 тысяч рублей, вот ты мне все и сляхай, чтобы я вот здесь могу... Ты же он хочет сэкономить там 10 миллионов рублей, да? Или не знаю сколько. Я не знаю, может, ты больше не знаешь сколько. Ну, больше явно, да? Хочет сэкономить. А типа, ему-то все равно эту работу надо делать. Но сюда он не хочет. А сюда хочет. И вот мы начинаем объяснять, что мы можем сделать, но, скорее всего, мы сможем получить только реку. И жору. И вы же знаете, что там двух километров. Вот. Но это когда мы узнали где, и узнали вид стоящих вод, да? Уже у нас получается понимание вообще. Надо ли браться за это? Может быть, там вообще капец. И может быть, уже они два раза туда обращались, и может быть, они уже получили ответ отрицательный. И может быть, теперь ищут вообще коррупционную составляющую, чтобы там, в общем, все прошло. А мы же себя позиционировали специалистами, да? И они не успеют к нам обратиться. Поэтому мы его спрашиваем. Третье. Первое где? Второе вид стоящих вод. Это еще до заключения договора. Мы спрашиваем предыдущая переписка с БОУ. И тут, может быть, несколько вариантов. Первый вариант. Да мы еще ни разу не обращались. Хороший вариант. Ну, может, он соврать же? А мы ему объясняем, что... Ну, как, вообще он соврать не сможет. Потому что, если мы начнем с ним взаимодействовать, то мы поймем, в каком он состоянии находится. И мы ему скажем, что если у вас есть ответ, то есть нет ответа, да? На самом деле нет. Ну, нет и нет. Хорошо. Есть ответ. Раз он есть и к нам обращается, значит, этот ответ плохой. Или бывает, кстати, бывает неплохой. Бывает, что он хороший. Но там просто у них не хватает. Вот он к нам, поэтому с нами, с вами и бросился. За гидрологическим основанием точка сброса. Потому что он получил ответ, который ни рыба, ни мясо. Где написано, принципиальных возражений там не будет иметь, но нужно предоставить вот это. Там список, который как раз вот сейчас скоро перейдем к этому списку. И там последним пунктом обычно гидрологическое обоснование точки сброса. Не так, не гидрологическое обоснование точки сброса там написано. Там написано гидрологическое обоснование возможности водного объекта быть приемником сточных вод. И вот это обоснование должно быть выполнено специализированной организацией. Это прямо у них, они такую строчку пишут, они ее копируют. Вот у нас так. Не знаю, может быть там на югах по-другому. Вот у нас так делают. Это хорошо, если такое. Потому что тогда видно, как написано и что написано. И тогда понятно, на что отвечать. Иногда звание, да, у нас есть. Но там написано, что вот нужно. И начинает эту фразу, которую он сейчас сказал, он начинает читать. Так, мне нужно вот это. Вы это делаете? Делаем, делаем. Все. Значит, есть. Хорошо. Переписка с БВУ. Если она есть и плохая, вот есть как бы нейтральная. Есть нейтральная. Это очень хорошо. Это суперхорошо, потому что тогда, ну, и вообще взаимодействие с бассейном водном управлении может происходить тремя способами. Первый способ. Первый способ. За три захода. Второй способ. За два захода. И третий способ. За один заход. Ну, или так. Первый способ. За один заход. Второй способ. За два захода. Третий способ. За три захода. Начну с вот этого. С длинного. Три захода. Это хороший вариант, который любит само БВУ. Первый раз заказчик заходит без нас. Первый раз. И получает вот это вот нейтральное письмо. Затем мы делаем свою часть Чисто гидрологическую И заходим второй раз То есть первый раз без гидрологии Второй раз с гидрологией А третий раз с проектом водоотведения Хороший такой путь Это когда строится гигантский завод Или там вообще новый микрорайон Или какой-то там коттеджный поселок гигантский какой-нибудь Вот это очень хороший вариант Потому что тогда получается Что это не новость для бассейна водоуправления Что существует И не новость для заказчика Что ему это надо делать Вот три раза Но это потеря как минимум года То есть это каждый раз по месяцу ждать И потом еще по месяцу готовиться К походу А потом еще И получается что Год прошел Поэтому можно свернуть в два случая Это уже особенно Когда заказчик такой Хочет быстро И не тянет Тогда можно вот первое без Вот это Первое, второе Можно свернуть в один И Понимаете Наш этот Ну не как гидрологи Мы сидим вот здесь То есть вот у заказчика нет гидрологии И у него есть вот этот ответ А теперь он будет с гидрологией У него будет вот этот ответ Он получит Если зайдет вот после гидрологии С гидрологии Зайдет БВУ И получит ответ Что Можно Гидрологических ограничений нет Но теперь предоставьте проект И вообще-то вот Если по порядку То это вообще-то Самый лучший вариант Если вот Не думать о деньгах Не думать о времени Не думать ни о чем Это все проходит Ну как бы Хорошо Вот Но заказчики обычно спешат Вот И если у него еще нет Этой бумажки Ну То есть все нормально То есть все отличие заключается в том Что у него просто нет Этой бумажки Тогда получается Вот эти два пункта Если он страшно спешит Вообще его страшно спешит И особенно Когда мы с ним уже поработали И особенно Когда он Говорит Надо быстро Но Деньги не играют роли Тогда можно все это Свернуть в один этап То есть Заходить в бассейн Водное управление Не только с гидрологией А и с проектом Водоотведения тоже Но это Немножко опасный вариант Потому что Может получиться так Что проект сделали Если мы гидрологию делаем Ну пускай мы там За 100 тысяч сделали А они еще проект заказали Ими проект еще сделали Не знаю за сколько там Они заходят А выясняется Что Зарезали Да Вот Но Для этого Коллеги Мы не спрашиваем Где Для того чтобы понять Какой там водный объект Есть ли он там вообще Далеко или близко Большой или маленький Течет не течет Второе ВИП точных вод Если под ливневые То вполне можно Свернуть все в один Можно сразу Заходить С гидрологическим Обоснованием И с проектом Тогда можно Свернуть в один Если вот Какие-то вот Похуже Хозбыт Еще чем Отличается Хозбыт Хозбыт может быть 5 литров Да Может быть 5 литров в сутки А может быть 500 литров В час Скажем Вот Поэтому тоже Надо подумать Да Потому что 5 литров в сутки Это да Ну Там Не будет ничего Это там Какая-то там Времянка стоит Там вообще Три человека И вот они Один раз ходят Там покакать Да В сутки То есть Еще и вид Мы тоже Еще подразделяем А И здесь еще Кстати и объем То есть Предыдущие Мы получили Вот То есть Может быть Заказчику Все это не надо Рассказывать Но мы Спрашивая у него Есть ли у него Предыдущее письмо Переписка С Невсколадовским Из бассейного Водонаправления Мы вот уже В голове прокручим Этот То есть Какой Этот ответ Иногда Бывает Отлуп Полный Вот Был у нас Бывший пионерлагерь Его хотели Сделать В этот Ну как всегда Там Новый коттеджный поселок И вот На берегу Хорошего озера Такого Не очень маленького Не очень большого Такого Очень красивого Все очень Все супер Все Им не разрешают Говорит У вас там есть река Правда Она там В 500 метрах И вот она там Течет Течет А потом опять В это же озеро впадает И вот вы В эту реку Спрашиваете То есть У них До озера здесь Вот нисколько 10 метров А им говорят Вы вот туда Видите Где 300 метров Вот И у них Отлук был У них был Отлук полный На озеро А они И мне Одна и та же работа Приходила Несколько раз То есть Сначала напрямую Они на меня вышли Потом Мой постоянный Заказчик То есть Они ищут Кто же им Сделает Каким-то Хоть способом Он берет Потом Он то умный Он ко мне Опять Я Ой Я это Видел Это Вот А этим Предыдущая переписка Ну Вид Ну и тут Объемы Объемы Это тут Как бы Между делом И часто Понятно Например Там Просто Один дом Бывает Вот И теперь Вот здесь Вот То есть Все это Как бы Вообще-то Уже Очевидно Что вот Это надо было Спросить А теперь Коллеги Очень важная Вещь О которой Вы не знали